В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале коротко об основных событиях. Проблемы и перспективы общественного транспорта обсудили в Московской областной думе в формате открытой трибуны. Возможность что-то изменить, чтобы это стало проще и лучше, это и есть наша основная задача. Предприниматели муниципалитета приняли участие в форуме «Путеводитель по бизнесу Московской области». Мы постараемся осветить, рассмотреть различные вопросы, с которыми сталкивается бизнес. В детской школе искусств города Видное прошли и 21-е рождественские чтения. Как говорится у нас в народе, с Богом, Господи благослови. В Московской областной думе состоялось традиционное мероприятие, которое проводится в формате открытой трибуны. Здесь представители областного руководства, сотрудники различных ведомств и служб, общественники обсуждают способы решения различных вопросов, касающихся жизни граждан Подмосковья. Нынешняя трибуна получила название «Автобусные перевозки. Проблемы и перспективы». Поделиться опытом успешной реализации ряда проектов, касающихся общественного транспорта, на нее пригласили главу Ленинского городского округа Алексея Спасского. Не случайно темой нынешнего собрания в формате открытой трибуны, которая организуется в Московской областной думе, стали автобусные перевозки. Ими охвачено 80% территории Подмосковья, где на почти 2000 маршрутов ежедневно выходят 2500 автобусов. Открытая трибуна, потому что очень большой интерес к этой теме у всех. Каждый касается транспортных вопросов, каждый житель нашей области. Мы видим это и на интернет-портале Добродел, по количеству обращений в правительство, в МТДИ, и по количеству обращений к нам, к депутатам по округам. Работа над проблемами в области автобусных перевозок ведется постоянно. За последние шесть лет вдвое уменьшился возраст подвижного состава, а парк машин среднего и большого класса составляет уже 70%. Принят закон о безналичной оплате проезда. Мелкие перевозчики постепенно уходят с рынка, где остаются крупные ответственные компании. На территории области появляются новые дороги, у нас появляются новые возможности. С тем, что нам нужно там, где не хватает добавить автобусов, либо изменить их класс. Это все как бы связано с тем, что маршрутная сеть, она как живой организм, она не может быть статичной, она постоянно должна меняться. Одним из гостей форума стал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Он рассказал об этапах развития дорожной сети муниципалитета, что позволит эффективно бороться с автомобильными пробками, которые являются проблемой всего Подмосковья. Помимо крупных проектов, таких как возведение трассы Юла или реконструкция Каширского шоссе, он упомянул и о локальных, но очень важных для жителей дорогах. Планируется строительство подъезда к деревне Богданиха в Ленинском округе. Этот проект позволит разгрузить Володарское шоссе и улучшит транспортную доступность жителей Богданихи с учетом планирующейся жилой застройки. Участок строительства определен от улицы Ленина в деревне Богданиха до примыкания к А105 подъезд к аэропорту Домодедово. Алексей Спаский, выступая перед собравшимися, отметил, что сложности в работе общественного транспорта муниципалитета типичны для всего Подмосковья. И важная часть реализации ряда проектов состоит прежде всего в постоянном контакте с перевозчиками и помощи им в решении разных, на первый взгляд, даже незначительных проблем. Мы еженедельно проводим совещания, встречи с руководством филиала нашего моста «Странсавто». Те вопросы, ну, может быть, они покажутся и незначительными в масштабе тех задач, которые стоят в целом по Московской области. Но, тем не менее, поступил запрос на строительство моечного поста на два автобуса. Мы проговорили это с застройщиками и до конца года, думаю, что смонтируем этот пост. Помимо Алексея Спаского, в форуме «Открытая трибуна» приняли участие главы еще нескольких округов Подмосковья. Главная ценность подобных мероприятий – это возможность обменяться положительным опытом в различных областях и оценить способы масштабирования ценных наработок на весь регион. Первый такой форум просто сегодня здесь и сейчас тематика именно транспорт, автобусные перевозки. Было это, на моей памяти, и земля для многодетных семей, предоставление квартир детям-сиротам. То есть вот возможность что-то изменить, чтобы это стало проще и лучше, это и есть наша основная задача. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. В городе Видное провели бизнес-форум, на котором обсудили вопросы экспорта, касающиеся предпринимателей Московской области. Все подробности в следующем сюжете. В настоящее время на смену импортным товарам приходят отечественные. Подмосковные власти уделяют большое внимание и оказывают всестороннюю поддержку малому и среднему предпринимательству. В Видном состоялся форум «Путеводитель по бизнесу» Московской области. На нем обсудили вопросы, связанные с выходом российских организаций на иностранный рынок. Мы проводим сервис бизнес-мероприятий. Запланировано до конца этого года провести 10 мероприятий. Вот это третье. Мы постараемся осветить, рассмотреть различные вопросы, с которыми сталкивается бизнес при внешнеэкономической деятельности и, в частности, при экспортной деятельности. В мероприятии приняли участие предприниматели, производители товаров и услуг, представители госструктур, деловые и некоммерческие организации. Проект призван объединить усилия компаний, а также есть возможность получить достоверную информацию по продвижению товаров, узнать о мерах государственной поддержки. С докладами выступили представители из разных сфер. Инструменты, связанные с поиском партнера, с участием в международных выставках и бизнес-миссиях, различного рода субсидии. Финансовые меры поддержки – это закрытие политических и коммерческих рисков, это привлечение льготного финансирования под экспортные контракты. Соответственно, о этих всех мерах мы сегодня как раз поговорим с участниками сегодняшнего мероприятия. Руководители производственных компаний и предприятий отметили значимость таких встреч. Подобные мероприятия очень важны для предприятий Московской области. В принципе, выход на экспортные рынки – это непростая задача. И информационная поддержка, а также поддержка подобными мероприятиями позволяет ускорить этот непростой путь. Экспорт отечественной продукции за рубеж является одним из приоритетных направлений экономического развития России. Сотрудники уголовного розыска МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве, связанном с лизингом специализированной техники. Установлено, что один из фигурантов приобрел действующую фирму и назначил номинального директора. От его имени злоумышленник удаленно подал заявки на аренду. После заключения сделок и дистанционного подписания договоров его сообщник по доверенности забирал автотранспорт. Вследствие заявленные ежемесячные платежи не производились, а спецтехника продана третьим лицам. В полицию обратился представитель организации, занимающейся долгосрочной арендой имущества, который заявил, что генеральный директор фирмы заключился в компании договор. После получения трех автомобилей самосвалов и одного автобетоносмещения подписителя клиент перестал выполнять условия, не вернул технику и отключил установленные на ней GPS-маяки. Стоимость похищенного автотранспорта превышает 29 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и при участии Росгвардии задержали злоумышленников в арендованной ими квартире. При проведении обыска по адресу проживания соучастников обнаружены печати различных организаций, мобильные телефоны, ноутбук, договоры лизинга и другие документы, имеющие доказательственное значение. Возможно, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений. Следователям следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается. В Винном состоялись 21-е рождественские чтения, мероприятие, которое объединяет представителей образования и благочиния. Тема этого года – православие и отечественная культура, потери и приобретение минувшего образ будущего. Традиционно на сцене выступили воспитанники детской школы искусств. Подробнее в репортаже Юлия Погасьян. Педагог начальных классов развилковской школы Ирина Чугина на рождественских чтениях впервые. Приглашению была очень рада делиться, что для нее это уникальная возможность почерпнуть новые знания, которыми сможет поделиться со своими учениками, ведь религия, как ничто другое, способна сплачивать людей. Как никогда сейчас мы должны объединиться, мы должны нести и свою культуру, и наш народ, мы знаем, объединяется въедино. Эта работа обязательно должна быть. Рождественские чтения в Ленинском городском округе проходят уже в 21 раз. Мероприятие организовано видновским благочинием и при поддержке администрации муниципалитета. С приветственным словом к гостям и участникам обратилась заместитель главы Татьяна Квасникова. За годы развития рождественских чтений достигнуто очень тесное благотворное сотрудничество между русской православной церковью и системами образования, культуры, молодежной политики, развития системы волонтерского движения. Я думаю, что Ленинский городский округ очень счастливая территория, мы вместе и в нашем таком единении рождаются новые замечательные проекты. А проектов за годы существования рождественских чтений родилось немало. Десятки образовательных, культурных и исторических мероприятий, где красной линией проходит тема патриотизма и любви к родине. Это очень здорово, когда ты видишь священнослужителей, которые несут нам вот этот свет, добро. Было очень приятно, когда я увидела, что они поют. Православие как неотъемлемая часть богатой истории и культурного наследия России. Вот о чем в этот день говорили участники образовательного проекта. Как сохранить и приумножить величайшие ценности великой страны. Передаю вам благословение управляющего подольской епархией, архиепископодольского и люберецкого аксия. И, как говорится у нас в народе, с Богом. Господи благослови. На сцене выступали воспитанники детской школы искусств города Видное. Вместе с тем и священнослужители. После торжественной части участники рождественских чтений еще долго общались в режиме открытого диалога. Юлия Богосян, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. ВиднетВ. Самая понимающая, чуткая и нежная женщина в жизни каждого человека – это мама. Безусловная опора и самая сильная поддержка во всем. Во Дворце культуры Видное прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери. Подробнее расскажет Инга Инчук. Во Дворце культуры царила праздничная атмосфера. Мама и бабушки пришли на концерт в их честь. Перед входом в зал каждая женщина могла сделать себе прическу, а также поучаствовать в мастер-классах и осмотреть выставку, подготовленную ко Дню Матери. Выставка представлена работой из живописи шерсти, акварельная живопись и гуашевая живопись. Одним из мастер-классов стало мыловарение, на котором каждая гостья под чутким руководством специалиста смогла самостоятельно сделать мыло разных форм. Сегодня первый раз делала мыло своими руками. Это очень интересное занятие. Было мне очень интересно послушать преподавателя, который нам все рассказывал, как, что, объяснял. И мы делали по ее подсказке. Теперь, допустим, я уже могу даже самостоятельно это сделать. Затем в зале Дворца культуры начался праздничный концерт. Песни и танцы в исполнении творческих коллективов муниципалитета никого не оставили равнодушным. Татьяна Скоринина состоит в хоре «Россияночка» с юных лет. А занялась пением она по совету своей мамы. Я пришла 18-летней. Мама привела за руку. И вот до сих пор здесь. На концерте выступили дети, сидящие в зале мам и бабушек. Они отметили, танцевать для дорогих и близких людей особенно приятно. Она у меня самая понимающая, добрая, открытая, всегда меня поддерживает. И она у меня самая лучшая. День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26 число. Не забудьте поздравить своих мам с праздником. Инга Янчук, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. В рубрике «Афиши выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящие выходные. Приглашаем всех любителей единоборств посетить всероссийские соревнования по сотокан во дворце спорта «Видное». Состязания будут проходить все выходные с 9 часов утра. Также будет разыгран Кубок России. 25 ноября в субботу в музее-заповеднике Горки-Ленинский пройдет квест «Лабиринты, курганы, пещеры». Сбор группы участников у Северного флигеля «Усадьбы Горки» в 12.00. Билеты в кассах музея. В Центральной библиотеке города Видное в субботу в 17.00 состоится 14-й музыкальный фестиваль авторской песни имени Тувы Янсен в конце ноября. Вход свободный. 25 и 26 ноября музей-заповедни Горки-Ленинский приглашает на концерт Open Sound Orchestra. Музыкальный коллектив подарит вам незабываемые эмоции. Билеты в кассах музея. Начало в 16.00. Желаем вам хороших и приятных выходных. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok